получишь я начинаю говорить получится сумбур блин при покупке кстати обращать на это внимание если у вас там стоит какой-то большой компрессор то есть эта конструкция по идее будет дешевле стоит чем нашу приняты купили и снова всем привет вы на канале олег нестеров бреста в гостях у нас сегодня александр брест популярнейший совсем не амбициозный блогер всея руси а также близ лежащих галактик самый скромный мире кстати и лучший на сегодня мы собрались здесь для того чтобы рассмотреть вот этот компрессор значит фирма-изготовитель hdc модель hd a 103 ссылочка будет в описании под видео предлагаю вам товарищи рассмотреть характеристики которые на нем написаны затем замерить за какое время он накачивает полностью свой 100 литровый баллон мы потом немножко про него поговорить итак мы уже подключили все что можно подключить мне очень нравится кстати очень нравится то что его звук такой богатый басистый не быстро работает не как пчела за ушам не бьет ну в принципе этого услышать ладненько давай наверно сразу вырубать секундомер чтобы мы хотелось бы с вами поделиться теперь на volvex можно приобрести все цвета независимо solid металлик стиралик перламутр всего за 150 рублей за 100 грамм при покупке двух килограмм а также доставка бесплатно готовую смесь также можно приобрести за 100 рублей за 100 грамм все это стало возможным благодаря тому что ребята запустили свой новый автомикс в нем тоже есть своя изюминка и об этом уже был обзор на канале так что можете найти и посмотреть ну а если у вас возникнут какие-то вопросы ссылочку я оставлю в описании под видео на группу ребят переходите спрашивайте интересуйтесь любые ваши вопросы без посредников напрямую съемки производились вчера и мы тупо блин не включили камеру поэтому сейчас я пересниму именно как же качать компрессор как мы спустили компрессор как видите до нуля и давайте же его запустим так я с одной рукой не то есть за две минуты 12 секунд он накачал 100 литров до 10 атмосфер не путайте не до 8 до 10 то есть обычные качают до 8 в среднем но нам еще нужно при особо ну я в среднем но нам еще нужно при уже сжатом до 8 воздуха дожать его еще до 10 в этом же объеме то есть ну это тоже требуется время но в среднем да может быть не 600 но 500 у него есть то есть кто знает точную форму вы считаете в принципе даже я уже говорил что 450 мне для моих нужд хватает за глаза то есть эти мне уже доволен ну ладно засекли мы производительность примерная точнее время накачивания теперь давайте разбирать этот компрессор по блокам не до потрохов не до потрохов если кто вдруг понадеялся запереживал просто посмотрим значит компрессор у нас грубо говоря состоит из поршневой двигателя блока запуска и баллона для начала поршневая у нас двухцилиндровая здесь алюминиевые головки но цилиндры у нас здесь чугунные ровно как и сам картер весь этот блок фильтры у нас с большой пропускной способностью с довольно большими отверстиями и с бумажными элементами не чтобы вы понимали да вот лицо это вот три четвертых короче ориентировочно где-то 3 4 опять же хочу сразу людей предупредить что бумажный фильтр не панацея если вы краситесь занимаетесь покраской то ваш компрессор должен находиться не в покрасочной камере и не там где покрасочная вот эта пыль на него попадет потому что один разочек так покрасили любой бумажный либо порлоновый элемент будет забит безвозвратно его надо отменять поэтому лично я рекомендую инструмент такого плана как компрессор размещать в другом помещении не в том где вы красите так по схемке мы смотрели диаметр поршней здесь 95 мм это нормально опять же если говорить за количество цилиндров от народ часто говорит лучше трех или двухцилиндров вообще по сути без разницы потому что за счет большого объема цилиндра он может накачать много больше чем допустим трех цилиндровик вот с такими цилиндриками накачает вот с одним таким один цилиндр протолкнет он допустим сразу вот там литр а три цилиндра три раза качнули но 800 допустим грамм естественно большие цилиндры больше накачать на кладу это отдельно теперь давайте посмотрим поближе на нашей поршневой имеется сапун эта штука предназначена для того чтобы стравливать воздух который образовывается в картере при работе компрессора если у вас установлен на компрессоре сапун кстати говоря то компрессор переворачивать и ложить при перевозке нельзя потому что через сапун потекет в данной поршневой имеется отдельно зарядная горловина естественно имеется штука для слива масла и как уровень уровень до потровое окошко в окошке если сильно хорошо красиво приглядеться мы видим красную точечку верхний срез красной точки есть уровень поршневая стоит у нас на резиновых проставках не может не радость кстати говоря плюс несмотря на то что компрессор вроде бы как внушительных размеров большой такой красивый сильно вибрации от него и не ощущаю и действительно работает тихонечко и звук интересный теперь обратный клапан здесь у нас прям ничего такой железный большой и красивый на больших компрессорах никогда не будет устанавливаться на маленький клапан обратный и маленькие трубки воздуховодов при покупке кстати обращайте на это внимание если вас там стоит какой-то большой компрессор но при этом клапан его почти нет то как бы типа через него мало воздуха пройдет соответственно такое себе здесь клапан повторюсь хороший двигатель 3 3 киловатта это уже думаю объяснять особо не надо он без резиновых проставок почему-то ну и блок запуска стоит у нас обычный присостат однофазный который служит просто как как рылюшка не рылюшка точнее как микрик который включает уже непосредственно само реле а уже реле включает двигатель в принципе сделано довольно просто но эффективно то есть это конструкция по идее будет дешевле стоит чем трехфазный присостат но при этом здесь особо нечему наворачиваться а здесь мембранка вылетает поэтому как бы выход но неплохой так значит смотрим сюда вот это вот аварийный клапан клапан эти бывают рассчитаны на разное давление в данном случае это примерно 11 атмосфер на фига он если к примеру не дай боже в вашем присостате подгорели контакты и он просто напросто не выключился компрессор и качает сильно больше чем надо аварийный клапан стравит давление если она достигнет допустим 11 с небольшим атмосфер чтоб не рванул баллон грубо говоря так многие еще спускают воздух через него я всем говорю что это ошибка вообще я как делаю я беру пустую папку и тыкаю быстро съемки самый нормальный способ для этого там есть сливная горловина смотри сливная горловина есть безусловно только сливная горловина она нужна для слива конденсатор я не рекомендую ее откручивать когда компрессор у вас находится под давлением потому что если немножко больше крутануть чем надо она может зарядить в лобэшник и мало приятного будет ниже среднего удовольствия короче у меня уже вылетало ну вот поэтому кстати говоря если вы хотите убрать конденсат из баллона то я лично рекомендую сначала спустить ваш баллон вот через быстросъемчик через продавочный пистолет и что угодно а потом можете хоть полностью выкрутить этот клапан очень для слива конденсат и можно кстати вырубить компрессор вообще выдавит все что надо все что не надо тоже окей так дальше идем здесь у нас есть два манометра и зря пошли здесь второго ни хрена не будет видно баку первый манометр у нас показывает давление которое сейчас непосредственно в нашем баллоне второй манометр стоит на регуляторе давления не показывает то что вы на регулировали смотри 4 а здесь все еще почти 10 вот опять же если взглянуть на лицевую сторону всей этой конструкции то можем заметить что один выход у нас регулируемый второй прямой теперь за не самые важные но тем не менее полезные штуки в торце баллона находится у нас а такой вот переходник здесь у нас резьба по идее 1 2 дюйма она же пятнадцатка сантехническая стандартная распространенная хорошая красивая резьба зачем она здесь нужно если к примеру вам надо подключить какую-нибудь штуку которая жрет прям много воздуха чтобы просто меньше было потерь вот на этих всех быстросъемных соединениях здесь можно просто вкрутить резьба ерш переходник включить это все дело в большой шланг и пожалуйста больше воздуха за раз можно получить ну или допустим если вам препарла сделать разводку по гаражу ее можно опять же подключать через эту штуку опять же через нее можно подключить дополнительный ресивер и со второго ресивера брать воздух что вам позволит избавиться немножко от конденсата ну самое интересное александр обрез мы бы хотели бы знаешь очень много очень много приходит таких вопросов как черный бронзе очень много приходит таких вопросов типа а вот а вот я купил себе 50 литровый компрессор и меня устраивает мне все нормально тема выбора компрессора довольно обширная интересная тема ко мне очень часто приходит в павильон люди и говорят мне нужен 50 литровый компрессор у меня возникает к таким людям один вопрос а компрессор по тебе какой нужен парень ты сказал объем ресивера но это не компрессор это ресивер самое главное в компрессор это поршневая и двигатель баллон ты в любой момент может докинуть можешь убрать можешь с ним что хочешь хотелось бы на этом вот застрять внимание многие думают вот 4 3 поршня но двигатель 1 и 1 киловатт то есть здесь очень важна сама связка то есть в первую очередь на баллон тот же обращать внимание на количество цилиндров нет смысла вообще первое что необходимо сделать при выборе компрессор это определиться с нужными вам характеристиками компрессора это сделать довольно просто вы банально берете свою пневматику которая у вас есть или в перспективе будет рассчитывайте примерный суммарный расход этой пневматики ну допустим у вас свой сервис и вы допустим собираетесь одновременно чтоб кто-то красил автомобиль хвлпшником пускай 300 расход у него и кто-то орбиталкой будет работать одновременно с этим хвлпшником это еще плюс 400 и того суммарно 700 вышло следовательно вам надо 700 литров в минуту чтоб ваш компрессор качал чтобы он смог вытянуть две эти работы одновременно правильно потом начнемся у разного пневмоинструмента разное рабочее давление есть на 6 атмосфер есть на 3 атмосфер есть на 10 атмосфер если вы купили себе допустим какой-то шиномонтажный станок к примеру работа этот 12 или 15 атмосфер но при этом все купили компрессор который качает 8 удачи она вам пригодится поэтому на мой взгляд я не говорю что абсолютно правильно на мой взгляд необходимо узнать необходимую производительность компрессора рабочее давление а потом уже обращать внимание на придатки типа наличие регулятора давления там размер баллона и все такое опять же если говорить за размер баллона я не приверженец такую тему что надо брать обязательно с большим баллоном потому что погоди потому что если взять с большим баллоном компрессор да вы убиваете транспортабельностью но вам никто не мешает доставить потом пару баллонов и взять допустим из первого баллона со второго из третьего воздуха и это вам в принципе поможет избавиться от конденсатора смотрите в первом баллоне у нас горячий воздух сам баллон сравнительно теплый холодный следовательно конденсат воздух перетекает во второй баллон во втором было не соответственно уже воздух во-первых немножко посуше во вторых уже ближе к комнатной температуре температуре баллона и конденсата уже меньше если вы будете брать со 2 баллона воздух вас конденсата будет меньше Забыл сказать? Притирка. Я хочу к этому вернуться. К этой теме, которая очень актуальна и действительно просто капец. У меня 25 литров компрессора, вывод на поршневой, но я поставил 100 литровый. Короче, мне сейчас вообще все хватает, все классно. Ребята, вы удрочите, во-первых, компрессор, потому что он у вас будет качать вообще без выключения. Это первое. Качать он будет долго, а спустите в этот воздух очень быстро. То есть, сиди вовтуру. Так еще, кстати говоря, за нехватку производительности. К примеру, допустим, человек взял компрессор специально под покраску автомобиля. Ну, допустим, какой-нибудь одна цилиндровая с 50-литровым баллоном, как все это. И взял, к примеру, ну, ХВЛ-прешник обычный. И хочет задуть полностью. Нет, я не говорю, что это у него не получится. Но при этом производительность компрессора, допустим, 150, а расход 300 у пистолета. Потихоньку давление все падает, падает. И как только давление падает ниже рабочего давления пистолета, пистолет начинает плеваться. И получается, что? Капец. Получается, айбобобозят в лес, обзивают почки. Короче, я хотел сказать... Квартиру, блин. Я хотел сказать, всего лишь потек получается. Но это тоже возможно. Смотри, какая машина. Я теперь уже дальше разбиваюсь. Да, да. Поэтому, ребят, сначала узнавайте, какая производительность нужда. Раз. И рабочее давление, два. А потом уже выбирайте компрессор. Еще, кстати, есть проблема у некоторых компрессоров по сети. Подожди, вот еще. Есть однофазные компрессора с увеличенным рабочим давлением, допустим, и с увеличенной производительностью. Некоторые люди думают, что даже на дачном участке или в самом-самом, где-то конце дорожного корпоратива, где уже электричество почти не доходит, этот компрессор будет прекрасно запускаться. Нет, не все дороги. Есть, опять же, вот у этой конторы, как вот он, 71-й, кажется, А71 компрессор. Нет, он качает хорошо. Ничего не могу сказать. Но при этом у него бывают проблемы с запуском, если у вас плохая сеть. Поэтому, если вы хотите брать какой-то компрессор побольше и по производительней, то желательно под нагрузочкой сеть свою изначально проверить, чтобы потом просто не было проблем. Да, что приехали, купили, а... И не запустился. Нет, базара нет, он красивый, в углу смотрится, но зачем? Да, кстати, много вопросов. Ой, Олег, сейчас будет геморс 380. Ребята, сразу отвечу на вопрос. У тебя-то решили все. 380, 380 эти и 220, они отдельные, они даже не от кооператива, а отдельно выведенные. Потому что когда-то была проблема, и полгода здесь не было света, потому что постоянно вырубали свет. Поэтому у нас отдельные, если вы заметили, счетчика здесь нет, у меня счетчик на столбе, и он от городской ветки. В общем, 3-фазы это классно, это романтика. Это круто. И ты хотел рассказать, что-то вот в эту сторону смотрел, что ты хотел рассказать. Да? Да. Пишите в комментариях, что я хотел рассказать. Я потому что уже забыл. Да? Перематывать не буду. А про обкатку. Про обкатку. Как-то. Значит, после приобретения компрессора, пока все деталюшки еще не прижаты, имеется в виду кольца и цилиндр, немножко будет на с лица в баллончик поступать. Не пугайтесь, это нормальное явление. Желтенька, это масса. Да. Премистая. Поэтому первые 10 моточасов я бы, наверное, рекомендовал бы не делать каких-то мега ответственных работ. Прогоняйте его 10-15 моточасиков, смените на с лицо вместе с продуктами принтирки, которые у вас обязательно в картере появятся, и потом работайте. Нет, не потом. А маляра. Маляры? Как правильно? Не забудьте. Либо поменять шланг, выкинуть его на пыль, либо промыть хорошо. Понятно. Потому что в нем тоже будет масло. Да? Понятно. О! И сразу тема, да? Да. Эх ты, ладно. Посяги, посяги. Вот если говорить за масло шланги, ни в коем случае, товарищи, не используйте один шланг с лубрикатором, который использовался для пневного инструмента, и этот же шланг для пистолета покрасочного. И очень реванта. Рыбий глазик там, на кроторочке, все покраски. Ну, это... Ну, или промывайте. Это вот из той темы, да, не заливайте в бензобак воду. Ну, да. Это вот будет. Примерно, с вами. Ну, что там про него еще сказать? Сколько он весит? Ты знаешь? Весит 42 килограмма, вот эта фигня. А, ну, полезная информация. Ну, и еще плюс. Примерать ее, конечно, уже не буду. Ну, я думаю, килограмм 80, может, больше, если не знаю. Эй, пошли в паспорт, посмотрим. Тяжеловато, тяжеловато, конечно. Но, в принципе, вам не нужно его катать туда-сюда. Я говорил, как-то, что его поставлю в подвал. Честно, ребята, жалко ставить в подвал. Поставлю я его здесь за воротами. Примастырим еще, если будет какой-то дискомфорт, какие-то резиновые проставки под него. И пока он будет здесь. И чуть попозже я сделаю компрессорную, за которую говорят. И мы ее уже перенесем его туда. Ну, а сейчас самое интересное, я думаю, хотел бы включить сейчас и вату, которая сам много у нас расходует. Возможно, мы и два пистолета подключим. И будем спускать полностью воздух. Скачаем его до восьмерки. Ну, чтобы там десятку не давить. До восьмерки включим пистолеты полностью. Ну, не, мы и сюда, и сюда сейчас выкнули пистолет. Ну, сначала в одну. Давай сделаем более реалистичную ситуацию. В один выход прямой мы врубим орбитальную шлифмашину 3М, а во вторую пистолетик. Вот, кстати говоря, именно та ситуация, о которой я говорил. Ну, это прям большущий расход будет. Это будет. Это прям дофига, да. Давайте я попробую. Ну, кстати говоря, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Еще забыл сказать. Ребята, продувайте элементы в своих фильтрах. Если вы пользуетесь долгой компрессором, то постепенно воздух грязненький, попадая в фильтра, ну, немножко фильтр, сам элемент засирает. Ну, не то, чтобы это, конечно, прям катастрофически сильно быстро загрязняется и потом очень прям убивает компрессор, но, поверьте, мало будет хорошего, если он совсем не начнет пропускать через себя воздух. Короче, сейчас мы воткнем два, то есть и вату, в которую я жаловался, которая очень много расходит воздуха, и сразу подключим машинку. И посмотрим, как будет справляться компрессор. Нигде не указано. Все, иди сюда. Там ебанутся. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Этот тест показывает, что компрессор практически вытягивает этих два аппарата. Но! Учитывайте, что когда вы красите пистолетом, вы не делаете так. Назады и держите. То же самое касается и орбитальной шлифмашины. То есть, в принципе, данного компрессора, по идее, на эти два аппарата хватит. Вот как-то так. Да. То есть, даже если мы работаем вместе. Да. И я рекомендую как раз именно вот так и подбирать. То есть, придумайте, если вы хотите с запасом, конечно, инструмент, который вытянет реально все работы. Придумайте такую ситуацию, в которой действительно вы используете максимум из своей пневматики. То есть, два-три инструмента, десять, смотря какой у вас там размер вашего сервиса или гаража. И, исходя из расхода всех суммарно этих инструментов, выбирайте себе компрессор. Вот примерно так. Если у кого-то, кстати говоря, есть предложение или немножко никто-то со мной не согласен, то обязательно пишите об этом в комментариях. Возможно, я даже почитаю, но это не точно. Олег, почитай. Да. Во-первых, ну, надо понимать, что мы не говорим, что это аксиома. Это чисто наше мнение. Возможно, оно расходится с вами. Пишите в комментариях адекватные комментарии. Мы всегда читаем. Ну, что? Забираю себе и вату, короче. Ну, а на этом все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и балла. Все правильно.